На Солнечной рабочие меняют разрушенную трубу ливневой канализации. Инженерные коммуникации пришли в негодность. На участке дороги от Шверника до 22-го партиезда часто скапливалась вода. Новая труба имеет хорошую пропускную способность и прослужит более 50 лет. Перекладка канализации позволит передвигаться по Солнечной более комфортно и безопасно. Когда дорогу ремонтируют, всегда хорошо. Но тем более сейчас здесь отремонтируют, положат новый асфальт, меньше воды будет. Работы продлятся два месяца. Движение транспорта по улице Солнечной в сторону города на этот период меняться не будет. А вот в обратном направлении движение временно перекрыто. Чтобы свести неудобства для горожан к минимуму, теперь действует временная схема организации движения, исключающая часть улицы, на которой идет ремонт. Объехать ее, если требуется следовать в сторону Барбошиной поляны и проспекта Кирова, можно по Новосадовой, далее по Шверника и Солнечной. Также объезжает и общественный транспорт. Это автобусы маршрутов номер 61, 89 и 226. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии профильным службам поручено еженедельно включать в график рабочего объезда Солнечную. В объезде этот объект, да и он должен быть каждую субботу или четверг. Ну и содержание, чтобы там грязи не было, потому что, еще раз повторяю, ну, густонаселенный район. Мало того, что это Солнечные микрорайоны, более того, что это микрорайоны 5-6 просеки, которые там, он сегодня соизмерима микрорайону Приволского, если не выше, в этой части по населению. Я бы хотел, чтобы мы понимали саму значимость и ответственность перед людьми. Для удобства жителей, которые часто пользуются общественным транспортом, принято решение организовать дополнительную временную остановку на участке объезда. Около дома Шверника 19 будет образована временная остановка на период проведения работ для того, чтобы обеспечить возможную максимальную транспортную доступность в связи с закрытием этого участка для тех, кто на маршрутах автобусных хочет добраться в сторону Полянов-Руза. С временными схемами ограничения движения и исследования общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, Константин Головин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok